Дмитрий Олегович, как и обещал в студии воскресного вечера, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Олегович Рогозин. Узнаем, как военно-промышленный комплекс России собирается ответить на санкции, почему французы боятся разорвать контракт по Местралям, и что бывший посол при НАТО думает о своих коллегах из Северноатлантического Союза. Дмитрий Олегович, ну разрешите в вашем лице поздравить всех работников в отрасли только в пятницу, да? Да, 19 сентября у нас теперь ежегодно проводится День оружейника России. Мы как-то привыкли считать, что у них всё лучше. Ну, всё лучше. Но было такое внутреннее ощущение, что оружие всё-таки лучше наше. А потом наступило десятилетие тьмы, когда казалось, что и оружия-то нашего никакого нет, только ржавеющие калашниковые. Сейчас НАТО заговорило о том, что Российская армия далеко ушла вперёд. Это значит, что есть с чем воевать? Что удалось сделать за то недолгое время, объективно, которое вы находитесь в должности, какая отдача? Ну, конечно, современное оружие – это оружие интеллектуальное, мы его даже называем «умное оружие». Оно требует того, чтобы военнослужащий превращался из пользователя этого оружия в оператора. Ведь главная задача наша сегодня – вывести военнослужащего из зоны поражения огнём противника. Поэтому оружие должно быть настолько современным, чтобы оно могло быть управляемым на расстоянии. Это совершенно другая техника, это не XX век, это XXI век. И, конечно, понимая это, мы должны были совершить очень большой скачок в развитии всего оборонно-промышленного комплекса. А каким он нам достался? Известно. 20 лет отсутствовало всякое финансирование. 20 лет практически страна не могла себе позволить вкладывать в военную науку, в новые кадры, которые обязательно должны были бы приходить в новые Касутовские бюро, на заводы, на предприятия. В результате старения кадров, в результате старения оружия и в результате технологический разрыв России в вопросах вооружения и военной техники с ведущими западными странами, который начал представлять угрожающий размер. То есть мы проигрывали войну, даже не вступая в неё? Да, но мы сначала ощутили эти проблемы, когда у нас были две подряд военные кампании на Северном Кавказе, когда мы несли большие потери личного состава и понимали, что тактика боя... То есть нельзя воевать, как во время Великой Отечественной? Да, что сама схема применения оружия совершенно иная, изменилась, а мы всё остались ещё в том, ещё в послевоенном состоянии, в середине XX века. Потом война 2008 года, это операция по принуждению к миру агрессора Грузии времён Саакашвили, где тоже война была выиграна, безусловно, за счёт напора, характера русского солдата. Но оружие, оно явно совершенно отставало. И средства разведки, и средства связи, средства управления войсками, сама бронетехника, она уже была не способна давать необходимые критерии скрытности, эффективности огня и многое другое. После этого были приняты кардинально важные решения, которые реализовались в программе вооружения 2011-2020 годов. Сейчас мы находимся в 2014 год у нас, это уже, считайте, третий год исполнения этой программы. Задача такая. К 2015 году, к следующему году, мы должны будем перевооружить армию и флот на 30% ультра, самым современным оружием, а к 2020 году на 70%. По сути дела, это будут армии и флот, самые вооружённые, самые оснащённые в мире. Это позволит... То есть даже лучше, чем то, что есть у США, у НАТО. По категории эффективность, качество, стоимость, я думаю, что мы, безусловно, должны ставить такую задачу, должны реализовать. Сделать оружие, которое будет стоить дешевле, будет проще, чем американское. Но по эффективности его применения мы должны либо быть равными с американцами, либо превзойти. Потому что Соединённые Штаты... Значит, это научная база? Ну, конечно. Соединённые Штаты опираются не только на свою огромную военную мощь, а это практически для них военный инструмент решения всех экономических задач. Почему они делают экспедиционные войска, почему у них авианосные соединения, способные работать на больших дистанциях от территории Соединённых Штатов? Потому что они там решают экономические задачи. Это старая формула, известная ещё с древних мафиозных времён, что пистолет, лежащий на столе, делает переговоры намного более эффективными. То есть, добрым словом, можно решить многое, а добрым словом, пистолетом, можно решить ещё больше. Американцы так и действуют. Плюс у них огромная армия сателлитов, союзников. Прежде всего, это НАТО, это европейские союзники, в том числе и те, которые раньше были в Варшавском договоре. А у них тоже есть свои армии, свои национальные силы. Нет такого понятия, как армия НАТО. НАТО – это совокупность национальных вооружённых сил всех стран, входящих в этот альянс. Но, безусловно, надо иметь в виду, что мы, оценивая военные угрозы, должны понимать, что наше оружие должно быть способно отразить не только атаку одного агрессора, а в совокупности ряда стран, которые обладают высоким технологическим уровнем и которые могут применить против нас силу. Поэтому наше оружие должно быть меньше, конечно. Нельзя, как Советский Союз, создавать горы и вооружение, и потом не понимать, что с этим делать. Но мы должны суметь создать такую компактную армию, чтобы она могла быть мобильно переброшена на любой угрожающий театр военных действий. У нас сейчас показывают учения, пространств для нас не существует. Огромная страна. У нас огромная большая страна, самая большая по территории в мире. А население небольшое – 145 миллионов человек. Ну, это Франция и Германия вместе взятые. Для того, чтобы защитить такую страну, нужно иметь население 600 миллионов человек, а у нас 145. Поэтому наша задача – создать такое оружие, которое позволит каждому солдату-офицеру воевать за пятерых. То есть, оружия должно быть много. Офицер должен быть, или просто кадровый военный, профессионал должен быть подготовлен как универсальный солдат, способный быть оператором сложных машин. И второе, поскольку у нас мало людей, и мы должны дорожать каждой жизнью нашего солдата, мы должны, как я уже говорил, вывести его как можно дальше, отвести от реального поля огня. Но это значит, что должно быть финансирование на опережающее прорывное направление в науке. То есть, мы должны, по большому счёту, опережать мир. Потому что, если мы будем следовать, мы будем всё время проигрывать. Есть у нас такие прорывные направления? Будут ли у нас типы оружия, которые, как сказал Путин, удивят наших западных коллег? Здесь надо принимать решение, надо ли удивлять наших коллег, и всеми ли видами оружия надо бряцать, чтобы удивлять наших коллег. Кое-что надо сохранить в тихой тайне для себя и удивить в самый критический момент, то есть, как холодным боржоми дать попоить своего разгорячённого собеседника. Безусловно, могу сказать только одно, что формирование технической основы стратегических ядерных сил идёт у нас опережающими темпами. И, по сути дела, мы не на 70% обновим стратегические ядерные силы, а на все 100%. Совсем недавно, буквально месяц тому назад, президент принимал наш доклад о закладке новых трёх стратегических ядерных подводных лодок. Мы создаём атомный подводный флот. Это и стратегические носители ядерного оружия, способные поразить любую страну, находящуюся на любом континенте, если она вдруг станет агрессором, и мы почувствуем, что под вопросом нашей высшей национальной интересы. И это многоцелевые лодки, которые тоже в атомном плавании способны решать любые задачи и состязаться в бой с лотовением с целыми флотами противника. Это что касается морской ядерноставляющей. Что касается ракетных войск стратегического назначения, президентам принято и уже реализуется решение. Первое. Мы обновили практически сегодня весь наш воздушный флот стратегических бомбардировщиков. Восстановлены компетенции уникальных двигателей. Эти компетенции были потеряны. В Самаре на заводе «Кузнецов» теперь мы восстановили производство НК-12, НК-25, НК-32. Это двигатели, которые были созданы с потрясающим ресурсом, и они способны обеспечить новый ресурс для стратегических бомбардировщиков. Что касается перспективы, уже заложены работы на создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Конституционные работы развернуты на эту тему, и этот тяжелый бомбардировщик будет создан, и он будет мощнейшей заменой той стратегической авиации, которой нам достался еще советских ребёнок. Что касается ракетных войск стратегического назначения, то на вооружение сейчас вместо тяжелых ракет, которые были еще в советские времена созданы на территории, вот сейчас это уже Украина, это Южмашзавод, КБ «Южная», это известная тяжелая ракета «Воевода», она у американцев называется как «Сатана». У неё срок эксплуатации заканчивается, но уже развернуты опять же работы по созданию новых комплексов, которые придут на смену. Но уже без учета украинской кооперации. Полностью всё основано, и электроника полностью производится на территории России. Двигатели, ядерные боезаряды, спецчасти и иные устройства, всем управление – всё это российского производства. Дмитрий Олегович, насколько болезненно прошёл вот этот разрыв с украинскими поставщиками? Приехали ли к нам специалисты из Украины, попросились ли они к нам на работу? Может быть, целые коллективы решили, что на Украине у них нет будущего, а надо работать в России? – Надо иметь в виду, что украинские специалисты стали приезжать в Россию не только после тех событий, которые Вы только что обсуждали в этой студии, а намного раньше. Деградация украинской промышленности началась ещё с распада Советского Союза. Уже тогда никому ничего там не было нужно. Страна была отдана на разграбление самых разных кланов, которые цепляли друг друга за горло, но промышленность действительно никому не была нужна. Все заводы украинские – это старые заводы, это старые советские технологии. И когда мы сегодня говорим об импортозамещении, то мы имеем в виду не копировать украинскую продукцию и разворачивать это производство на наших заводах. Ни в коем случае. Это всё старьё. Мы сегодня в рамках политики импортозамещения создаём совершенно новые агрегаты, новые силовые системы или системы управления для нашего оружия, которые являются поколением плюс или совершенно нового поколения. Поэтому я скажу так. Конечно, это болезненно с другой точки зрения, не с технологической. Денег мы потратим не так много, они все подсчитаны. За два с половиной года максимум мы полностью заменим всё, что поставлялось и поставлялось до последнего момента с Украины. Проблема в другом. Для Украины это конец. Это полное завершение истории украинской государственности как промышленной страны. Потому что их продукция на Западе никому не нужна. Она, во-первых, устарела, во-вторых, она не нужна, потому что там есть другие свои собственные производители. И это просто самоубийство, то, что они сейчас делают, когда уже произведённую на украинских предприятиях, такие как «Зоря Машпроект», это газотурбинные агрегаты для надводного флота России, это двигатели на заводе «Моторс Сич» в Запорожье, это ракеты «Зенит» на КБ «Южный» и «Южмашзавод» из Днепропетровска. Они производят эту продукцию, заводы ещё продолжают у них там как-то в агонии работать, но на таможенной границе украинские власти останавливают эту продукцию и не дают ей идти, несмотря на то, что мы заплатили за неё. Парадокс – это всё сгниёт вместе со всей компетенцией украинской науки, украинской промышленности. Поэтому я говорю об этом с великим сожалению, потому что скажу вам одну вещь. У нас была ещё надежда в конце прошлого года, что мы сможем ситуацию поправить. Тогда президент Путин предпринял максимальные усилия с тем, чтобы вырвать Украину из этого штопора, в который она свалилась, в том числе штопора для экономики и для промышленности этой страны. Я был направлен Владимиром Владимировичем Путиным на Украину в начале декабря, объехал за один день буквально Николаев, Николаевские верфи, Запорожье, Днепропетровск, вечером был в Киеве, утром уже вернулся в Москву, встречался со всеми выдающимися украинскими учёными, инженерами, которые максимально выступали за кооперацию с Россией. И мы договорились о создании совместных инженерных центров. То есть всё можно было поправить, но 21 февраля, когда был совершён окончательный государственный переворот в Киеве, я в этот день должен был вылететь в Киев по поручению президента. И я остановил машину уже на подъезде к аэропорту, потому что было понятно, что с Украины всё. И это личная трагедия для огромного количества людей, которые жили на Украине, которые воспитывались в единых с нами научных школах, которые считали, что кооперация Россия-Украина – это вещи безальтернативные. Сегодня для них единственный шанс – это либо уйти в розничную торговлю, но, думаю, что для них есть другой шанс – переехать в Россию, вернуться к нам. И я вам скажу, что этот процесс уже давно идёт. Недавно, несколько месяцев тому назад, летом, я был в Хабаровске, на, извините, в Комсомольске-на-Амуре, на Амурском судостроительном заводе. Так там сотни украинских специалистов приехали ещё 10 лет тому назад. И когда стал вопрос, а сейчас они готовы туда вернуться? Нет, конечно, у них уже семьи в России. Они теперь получают гражданство в результате принятия нами закона о льготном приобретении российского гражданства для соотечественников. Они радуются тому, что они смогут продолжить свою карьеру как учёные, как специалисты, как инженеры, но теперь уже в России, как россияне. И они сделают всё для того, чтобы наш оборонно-промышленный комплекс действительно решил все свои задачи. Дмитрий Олегович, а французских судостроителей тоже будем устраивать на работу? Или Мистрали так заберём? Ну, в принципе, мы будем рады принятию французских судостроителей у себя на работу. Там какая-то непонятная история с Мистралем. Причём я даже не шучу, а говорю на самом деле, потому что мы будем лучших специалистов по миру теперь собирать, так как американцы раньше высасывали лучшие интеллекты, лучшие мозги из других стран, и огромное количество наших мозгов уезжало после распада Советского Союза туда, в США и в другие страны Запада. Сейчас начался процесс... Ну, не только наших. Немногие знают, что ракетная индустрия США была создана Вернером фон Брауном и его немецкими коллегами, которых вывезли после Второй мировой войны насильственным образом и поселили в штате Алабама. Потому что отнюдь не всё американское достижение. Ну и сейчас американские ракеты-носители «Атлас» и «Антарес» летают на российских двигателях. Это двигатель НК-33, уникальный двигатель, который был создан ещё в Советском Союзе в 1970 году, и американцы до сих пор его покупают у нас и на нём выводят свои полезные нагрузки в космос. Это был двигатель, созданный под лунную программу Советского Союза, но она не была развернута, но двигатели остались, их более 100 штук осталось. Но вы же предложили им альтернативу, сказали, хотите железный занавес, на батуте допрыгивайте до станции. Ну, можно спояться. Не хотите нашего двигателя, прыгайте на батуте. Но американцы, они интересно себя ведут, они очень избирательно, они говорят, вот здесь мы создадим проблемы для российского космоса, для ракетокосмической промышленности России. Они нас пытаются отжать полностью с рынка, где российские предприятия приобретали возможность запуска иностранных спутников. Мы получаем за это деньги, вкладываем их в развитие нашей промышленности. Американцы попытались сделать максимум вредоносного для развития российского космоса. Но Международная космическая станция, они говорят, это трогать нельзя, это прекрасно, это совместный проект. Мы думаем о всём человечестве, мы говорим, слушайте, ребята, вы вывели шаттлы из употребления. До 2018 года в Соединённых Штатах не будет ни одного средства доставки их астронавтов на орбиту, на Международную космическую станцию. Они полностью зависят до 2018 года от нашей доброй воли, чтобы их направлять вместе с нашими экипажами на наших ракетных носителях «Союз-2.1.В». То есть их санкции, они такие, вот здесь вот им, где выгодно, они оставляют всё как есть, а там, где им невыгодно или где можно арестовать, они вводят санкции. Но Мистраль при этом, ясно, что там американцы давили, чтобы французы принимали такие странные решения, он нам нужен? Ну, во-первых, деньги заплачены, поэтому уже нужен. Значит, либо надо деньги возвращать обратно, либо корабли. Значит, сам по себе корабль Мистраль – это большой десантный корабль «Док». Могу сказать своё личное мнение, мы могли бы обойтись без этого контракта, потому что мы имеем возможность теперь крупной сборки, круптоблочной сборки такого рода кораблей. Раньше такой компетенции у нас не было, потому что крупные корабли, в том числе авианесущие крейсера советского проекта, они собирались на Николаевских верфях, на Чёрном море в Николаеве. Мы этого такого никогда не строили. Но в прошлом году, 16 ноября, мы передали нашим индийским коллегам лёгкий авианосец до 45 тысяч водоизмещения «Викромадити», это бывший ракетный крейсер «Адмирал Горшков», и тем самым, выполнив этот контракт, заработав большие деньги, мы доказали внутри себя, внутри самой России, показали руководству страны, что Россия теперь может собирать подобного рода корабли. Абсолютно. Ультрасовременные крейсера-авианосцы. Это вершина судостроения, кораблестроения, авианосец. А уж десантный корабль, это намного проще конструкция. Конечно, можем. Проблема «Мистрали» в том, что это вообще-то корабли для такого средиземноморского климата. Они не очень нам подходят по климатическим требованиям, по крайней мере, точно они в северных морях наших плавать никак не смогут. Мы определим, где они будут базироваться, точнее, уже это определено. Но надо иметь в виду, что для французов игра с американцами «поставлю русским корабль, не поставлю», она наносит, на самом деле, такой не очень приличный характер. Во-первых, потому что треть этого корабля собрана у нас. Кормовые части «Мистрали» собраны на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Это раз. Поэтому, если они хотят оставить корабль у себя, то мы должны будем отодрать корму и вернуть ее обратно, и будем использовать кормовые части для других кораблей. Поэтому вряд ли они смогут применить свои, так сказать, эти корабли, точнее, полкорабля, значит, кому-то еще передать. Это раз. Во-вторых, деньги, заплаченные, надо их возвращать со штрафами. Это два. В-третьих, Франция рискует даже не деньгами. Франция рискует репутацией надежного поставщика в рамках военно-технического сотрудничества. Если они готовы рисковать своей репутацией, ну, ради бога, ну, только деньги назад и кормовые части назад, а репутация Альфа и Дерзейна. А что у нас с репутацией и что у нас сейчас с международными рынками? Ведь ясно, что гигантские деньги поставляли не только нефтегаз, но и торговля оружием. И ясно, что наше оружие востребовано, как показывают трагические события в Сирии и в Ираке, американцами обученную армию Ирака с американским оружием долбят выпускники российских военных вузов, используя советскую технику. Это значит, что нашу технику хотят покупать. Но из-за санкций мы по-прежнему можем быть на этих рынках? Мы не чувствуем вот этого страшного давления, когда нас просто загонят внутрь и скажут, ребята, вот внутри себя и живите. Санкции Запада по отношению к нам в основном бьют по двум целям. Первая цель – это поставки станочного оборудования, то есть современные станки, на которых можно делать современную технику. И вторая цель – это электронно-компонентная база, то есть микрорадиоэлектроника, особенно таких категорий, как space, то есть космическая микрорадиоэлектроника, способная выдерживать нагрузки бомбардировок тяжелыми частицами. То есть в космосе, конечно, это другая электроника должна быть, совершенно иная. Такого рода микроэлектроники мы практически не выпускали, точнее, мало выпускали в последнее время. Ну, рынок был открыт, и в условиях, когда еще ракета-космическая промышленность не вполне консолидировалась, она предпочитала, отдельные наши предприятия предпочитали покупать на Западе, в Европе, в Америке и так далее. Вот сейчас они, зная эту нашу зависимость, решили по ней ударить. Но мы понимали, что это произойдет. Мне было это лично понятно с первого дня моей работы в правительстве. И мы уже тогда дали необходимое поручение, не сейчас в связи с санкциями, а развернуть на нашей территории производство всего необходимого, а то, что мы не можем и не успеваем произвести, добывать в других странах, которые с нами остаются в партнерских отношениях. Могу сказать так, это будет сложная задача, она уже сложная задача, но она будет решена. Я гарантирую, что она будет решена. Потому что для нас санкции сегодня – это проверка на национальный характер. И только тяжелые времена, есть лучшие времена для нашего национального характера, чтобы проявить свои лучшие качества. Дмитрий Олегович, в Сочи экономические формы. И выступают сторонники такой гайдаровской модели, такие откровенные либералы, которые говорят, что для нашего бюджета это беда, что столько выделяет на военно-промышленный комплекс. То, что говорите вы, по логике звучит наоборот, потому что из тех потребностей, которых вы называете, необходимо развивать и точное машиностроение, то есть станки, и спецэлектронику. Необходимо готовить кадры, необходимы академические институты. То есть как раз локомотив развития в военно-промышленном комплексе. Как удается сочетать эти несовмечающиеся подходы внутри одного правительства? Я не скрою, у меня, конечно, идут постоянные дебаты с моими коллегами на эту тему. Есть люди у нас разных взглядов. Мы, когда принимаем решение окончательное, то тогда уже не спорим и публично этого стараемся не делать. Но внутри все кипит. И я неоднократно ставил вопрос, во-первых, о кредитной политике, потому что никто никогда не поднимал промышленность под 12%. Это невозможно. Это невозможно, да. На Западе кредитные ресурсы 3-4%. Но что сравнивать ситуацию нашей промышленности и западной промышленности? У них гораздо более льготное положение. У них нет санкций, никто над ними, значит, не висит, не мешает им работать. И, конечно, банковская политика, там, стимулирующая промышленность. У нас такого нет. Сейчас не будем говорить о причинах, но таковы факты. Поэтому правительство сегодня принимает решение о компенсации дополнительных ставок, процентной ставки для предприятий обороны промышленного комплекса, когда они кредитуются, а не только финансируются за счет бюджетных средств. Это первое. Но, надо сказать по существу принципиально, в послании Федеральному собранию, это было в декабре прошлого года, почти год тому назад, Путин сказал следующее. Он поручил военно-промышленной комиссии разработать программу передачи технологий из оборонной промышленности в гражданскую. Что если вдруг оборонный военный заказ будет снижаться по мере насыщения армии и флота современным оружием, то, чтобы заводы не встали, они должны быть готовы производить аналогичную высокотехнологичную продукцию, но уже для гражданской промышленности. И я считаю, что это абсолютно необходимая задача. Смотрите, как это получается. Ну, во-первых, вы совершенно правильно сказали. Скажем, космос, военный космос или военная авиация, любое одно рабочее место, созданное в авиации или в космонавтике, автоматически создаёт 9 рабочих мест в других высоких технологиях. Электроника, металловедение и так далее. Поэтому это тянет за собой даже то, что не вполне связано с военной промышленностью, а то, что является металлургия, опять же, та же самая электроника, композитные материалы и много-многое другое. Второй момент. Мы сознательно ведём политику таким образом, чтобы у нас каждое предприятие имело при себе часть гражданского производства. Сейчас это примерно 25%, 25-27%, не больше. Но к 2020 году это будет примерно половина-половина. Почему это важно? Во-первых, самому предприятию выгодно стоять на двух ногах. Есть оборонный заказ такой, завтра он может быть меньше. Ну, нужна подстраховка, страховка, то есть у него должны быть поставки на гражданский рынок. Во-вторых, всегда идёт трансфер технологий, перекачивание. Скажем, создав технологии для завода в Комсомольск-на-Амуре, авиационного завода, который выпускает и производит финальную сборку самолёта сухой суперджет, мы создали технологии, мы поняли, как это можно сделать для боевой истребительной авиации. И там же собирается Су-35С и перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это истребитель пятого поколения. И это везде так. Скажем, Севмаш, ну, казалось бы, нет ничего более в кораблестроении военного, чем Севмаш. Это же гигант в Северодвинске, огромные, мощные, так сказать, предприятия, которые делают подводные лодки и мощнейшие надводные корабли. Но там же, например, мы уже делаем шельфовую технику для гражданских разработок. Ну, я видел и обратный вариант. Я видел вас на квадроцикле в Туле с пулемётом. В Климовске вчера. В Климовске, да. Но вы назвали Тачанко-Тульчанко? Ну, там, это совместная работа. Это уникальная работа брянского частного предприятия, которая, по сути дела, я удивился, я сам не знал это. Это КАЦы, они сделали мототехнику, это мотоциклы объёмом 300 и 650 кубических сантиметров, это квадроциклы, довольно-таки мощные, хорошие машины, я вчера сам попробовал его, и стегоходы. То есть, то, что раньше мы всегда покупали в Японии, значит, ВДВ, воздушно-десантные войска, они нуждаются в лёгкой коннице, в лёгкой технике, а не только в той, которая, ну, как на парадах у нас ездит. И они попросили инженеров сделать квадроцикл, где два стрелка могут выходить на огневую позицию, поразить цель и немедленно уйти из зоны обстрела. Вот, мне показали сначала работу вчера армейского спецназа, потом я сам попробовал, мне понравилось. То есть, госзаказ у них будет, оборонзаказ у них будет. Насколько вам поверили люди, насколько люди пошли в оборонку, выросли у них зарплаты, изменился ли возраст среднего оборонной индустрии? Ежегодно зарплата растёт примерно на 15%. Я не думаю, что где-то в других наших отраслях промышленности такие зарплаты. Это раз. Они точно совершенно выше, чем в среднем по конкретным регионам, где находятся данные оборонные предприятия. Всего у нас 1352 оборонных предприятия. Ну, это 2 миллиона человек. Сколько 2 миллиона человек сейчас? 2 миллиона человек, да. Ну, это огромная масса людей. Молодёжь идёт? Значит, по молодёжи. В этом году мы приняли в ВУЗы на инженерной профессии 11 тысяч человек. Значит, нам нужно до 2020 года ещё 38 тысяч человек. Ну, конечно, мы это с такими объёмами решим задачу. В этом году у нас вместе с Министерством образования и науки стала реализовываться новая программа, конкурс, где само оборонное предприятие софинансирует вместе с государством подготовку специалистов для обороны промышленного комплекса. По 43 тысячи рублей в складчину мы обеспечиваем бюджетное финансирование нормальное для классов специалиста. В итоге, если у нас 3 года назад возраст в оборонной промышленности был примерно 49 лет, там, запятая, там, какие-то дроби, а до этого вообще за 50 было, там, лет 5-6 тому назад, то есть это в основном ветераны, там, 65-летние и немножко молодёжи, то в этом году у нас уже 45 лет. Снижается средний возраст, да, приходит молодёжь, причём какая молодёжь приходит, не абы чё, да, не отбыть номер, приходят ребята с горящими глазами. Мне приятно с ними работать, я везде с ними встречаюсь. Вот недавно был на КБ Люльки, это наш, значит, КБ, который делал двигатель для боевой авиации. Поговорили с начальниками, я говорю, слушайте, спасибо, давайте с молодёжи. Пришли ребята, молодые специалисты, молодые конструкторы. Мы заперлись, значит, дверь закрыли, чтобы начальники не заходили. Я говорю, рассказывайте, что у вас есть на уме. Они говорят, Дмитрий Олегович, да у нас новые есть работы, стали меня вынимать какие-то новые папки, новые двигатели в тяге там от 15 до 30 тонн. Совершенно уникальные разработки. Я сейчас отдал это всё для финансирования в фонд перспективных исследований. На этих ребят я буду делать ставку. И они поднимут у нас не только оборонку, а всю страну. При этом непосредственно руководителем ВПК стал Владимир Владимирович Путин. То есть вы сейчас работаете как его заместитель. И в этой ипостазии. Как осуществляется вот ваше конкретное взаимодействие? Путин звонит и говорит, Дмитрий Олегович, как там перспективные разработки? Вот как ежедневно происходит эта работа? Президент ВПК регулярно собирает и всех ответственных за развитие промышленности. По оборонной промышленности он проводит регулярные встречи с военными. Это обычно в ноябре и в мае. Он выслушивает не только главкомов, но, собственно говоря, людей, принимающих решения по заказам военной техники в Министерстве обороны. Вместе с генеральными конструкторами идет это бурное обсуждение за закрытыми дверями. Что такое военно-промышленная комиссия? Раньше она была при правительстве, поэтому я ее как зампред правительства возглавлял. Но я сам просил президента поднять уровень, сделать ее президентской. Почему это важно? Потому что сейчас у нас нерутинный момент. Мы не плывем по течению. Это потом, я надеюсь, мы войдем в нормальную, спокойную рутину. Но сейчас у нас надрыв, который должен быть обязательно реализован в полной мере. Надрыв надо обеспечить оперативно, срочно, в нынешней геополитической ситуации. Армия и флот всем необходимы, чтобы нас боялись и уважали таким образом. С другой стороны, необходимо полностью модернизировать саму промышленность. Потому что если она будет на станках 1945 года круповских делать современную продукцию, то это будет совершенно неэффективно. Поэтому мы должны научить промышленность работать по-другому. Сделать новую промышленность. По сути, делать новую индустриализацию страны. И третья задача. То, о чем мы говорили в самом начале. Новая программа вооружения – это программа создания умного оружия. Умное оружие – это новая наука. Если нынешняя программа вооружения в основном связана с реализацией того уникального научно-технического задела, который был создан еще в советское время, но не был реализован по разным причинам, то сейчас мы ложкой вычерпали до остатка этот задел советский. И все, дальше у нас ничего нет. Поэтому генеральный конструктор, его уровень должен быть поднят до такого уровня, чтобы, по сути дела, президент с ним мог общаться. Этот генеральный конструктор должен быть не просто конструктором какого-то изделия, танка или самолета. Это как Королев должен быть. Совершенно верно. Он должен быть системным интегратором. Он должен быть родоначальником новой отрасли, организатором этой отрасли. И таких людей надо вырастить в ближайшие годы. И они, именно они, станут заказчиками для фундаментальной науки, для Российской Академии наук. Тогда Российская Академия наук получит резон детер, смысл существования. Вот третья задача, они не рутинные. Они должны быть решены вместе, плюс четвертая – подготовка кадров. И это, конечно, требует того, чтобы именно президент возглавлял парадокс. Я вот слушаю вас. Ну, я знакомый очень много лет, с 1986 года. Ведь ваш отец занимался этим направлением. Да. За это был удостоен и званий, и наград, он был же герой. Наверное, вы сейчас себя чувствуете абсолютно счастливым, продолжая такое дело отца. То есть есть ощущение предопределенности этой вашей работы, и такое выполнение не только гражданского, служебного, но и семейного долга. У меня и сын занимается этим. Он тоже в оборонной промышленности, он химик. Сейчас будет защищать кандидатскую диссертацию. У него сегодня день рождения, кстати говоря. Поздравляем его. Приятно. Я сейчас как раз прям поеду в Тулу. Он в Туле работает. Переехал с семьей туда, на свое предприятие. Я хочу сказать, что моя работа для меня – это дело чести. Спасибо большое, Дмитрий Олегович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ